Здарова мужики! В этом видео хочу посмотреть на состояние механизма своего ружья. Это ружье Иш-27. Хочу разобрать, посмотреть, возможно нужна смазка, нет ли там ржавчины или каких-то других проблем. Ружье не разбиралось с момента покупки. Покупал ружье с рук и думаю, что предыдущий владелец также не занимался разборкой. То есть ружье не разбиралось уже очень долго. Давайте открутим вот пару винтов, которые держат тыльник и посмотрим на состояние механизма. Для снятия тыльника нам понадобится обычная плоская отвертка. Чтобы сократить размер видео, ускорю время. И так посмотрим. Как видим, механизм довольно-таки чистый, следов ржавчины особо нет. Есть, конечно, в некоторых местах немного ржавчины, но это не критично. Попробуем убрать ее с помощью баллистола. Дальше покроем механизм специальным маслом. Итак, вот у меня есть баллончик баллистола. Сейчас берем тряпку, наносим баллистол и удаляем ржавчину. Дальше есть вот у меня такое консервационное масло. Хочу механизм вскрыть вот этим маслом. Оно создает специальную защитную пленку, которая не пропускает влагу и будет защищать механизм от появления ржавчины. Итак, теперь ударно-спусковой механизм защищен от воздействия влаги. Можем производить сборку. Сборка производится в обратной последовательности. Время будет ускорено. Дальше tiro-то кlat's. Можем производить б intensity. Я привлеку пленку и создам Людмити из турнира трехтьюти влаги. Дальше invitаю к топлива. Дальше。 Мparents удалось взять и стол. До начала открытия охотничьего сезона еще несколько месяцев, потому хочу покрыть этим консервационным маслом также ствольную коробку и скобу. Ну вот и все, теперь ударно-спусковой механизм надежно защищен от попадания влаги, основные детали механизма выполнены из нержавейки и они не боятся ржавчины. Теперь к этому механизму можно не заглядывать еще лет 10. Кстати, вот это консервационное масло, оно также подходит для ножей, в нем нету токсических веществ и оно полностью безопасно для здоровья. Видео по созданию вот этого ножа смотрите также на моем канале. Жду ваших комментариев и подписку на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!